Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию видеоролик по предмету русской литературы для школ с русским языком обучения. Рассмотрим урок для третьей четверти восьмого класса, раздела «Сатира и юмор» на материале рассказа Шукшина «Сапожки». Отобраны следующие цели обучения. 8.2.5.1. Характеризовать героев произведения, их поступки, мотивы поведения, значения имен и фамилии. 8.1.6.1. Давать аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты. 8.2.4.1. Анализировать эпизоды произведения, объяснять их связь с проблематикой и роль в развитии сюжета. Исходя из цели обучения, сформулируем цели урока. Следующие цели урока. Характеризовать героев рассказа, их поступки, мотивы поведения. Ответить на проблемный вопрос, аргументируя свою позицию, используя цитаты. Проанализировать эпизоды рассказа, объяснить их связь с проблематикой и роль в развитии сюжета. Предварительно учащиеся прочитали дома рассказ Шукшина «Сапожки». Первое задание учащиеся выполняют индивидуально. В тетради либо в рабочих листах они заполняют основные сведения о произведении. Учащиеся ответят на вопросы, как зовут главного героя, как он выглядит, кратко отметят, какова речь и мысли героя. Сжатое сложит действие героя и характеристику героя третьими лицами. На выполнение задания рекомендуется затратить в целом 8 минут, включая проверку. Критерии оценивания. Дает характеристику героя. Дескрипторы. Описывает внешность героя. Характеризует речь и мысли героя. Перечисляет основные действия героя. Описывает мнение третьих лиц о герое. Следующее задание учащиеся выполняют в группах. Идет анализ эпизодов. Первая группа заглавливает свою часть, проанализирует речь героя посредством его социальной характеристики. Использует цитаты из произведения. Им необходимо найти одно слово, которое точно характеризует героев и привести 5 причин, почему они выбрали именно это слово. Далее они заполняют таблицу и записывают ключевые слова, характеризующие Сергея и продавщицу. И отвечают на вопрос, что особенного в сапожках. Вторая группа. Озаглавливает свою часть. Отмечает, какие детали характеризуют сапожки. Представляет себя на месте одного из старостепенных персонажей. Описывает от его лица события в данном эпизоде. Третья группа. Озаглавливает свою часть. Обсуждает, как меняется в эпизоде имя героя и его жены. Отвечает на вопросы. Можно ли назвать сапожки героем рассказа? Почему? Нравится ли им конец произведения? Почему? Следующее задание выполняется в парах. Учащиеся формулируют тему рассказа. Находят абзац, в котором выражена идея рассказа. После обсуждения в парах учащиеся поделятся результатами обсуждения с одноклассниками. На задание рекомендуется уделить 5 минут. Далее. Следующее задание выполняется также в парах. Учащиеся сформулируют тему рассказа. Найдут абзац, в котором выражена идея рассказа. После обсуждения в парах учащиеся поделятся результатами обсуждения с одноклассниками. На задание выделяется 5 минут. Следующее задание учащиеся выполняют в группах. Им предстоит расположить карточки с действиями героя в последовательности соответствующей сюжету рассказа. И ответить на вопрос. Чувствам или действиям героя уделяется больше внимания в рассказе. Рекомендуется провести взаимооценивание групп. Учащимся предлагается индивидуально закончить предложение с финала рассказа. Сергей перед сном еще раз переживал сегодняшнюю покупку. Постигал ее нечаянный, большой, как сейчас казалось, смысл. Нет, не в сапожках дело, конечно, не в сапожках. Дело в том, что... Заключительное задание. Учащиеся в парах обсудят, какие нравственные уроки они извлекли из рассказа сапожки. Выберут цитаты из текста, которые могли бы послужить аргументами размышлений. Сформулируют и запишут вывод в форме афоризма. В конце урока рекомендуется провести рефлексию. Рефлексия может быть следующей. Учитель продемонстрирует учащимся еще раз целью урока. Учащиеся отметят напротив каждой цели, все ли получилось, были ли трудности или возникли вопросы. Спасибо за внимание.